Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampo.io. Меня зовут Андрей. Темой данного обзора будет светильник из коллекции Comic Book от производителя Новодворский. Данная коллекция предлагается производителем как детская, то есть для детской комнаты, но я бы не ограничивал область применения этих светильников. Они вполне могут быть и в любой другой комнате. Предлагаются в коллекции всего три модели. Они немного разного исполнения и с количеством ламп от одной до трех. Материал светильника это вот эта вся часть из дерева, если быть точным это фанера. Цвет есть серый, белый и такой бледно-зеленый. Вся поверхность с эффектом состаренности, то есть есть на ней потертости. Лампочки здесь поворотные, поэтому можно будет их направить в любую сторону. Патроны ЖУ-10 из керамики. Максимально допустимая мощность потребления лампы 35 Ватт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED лампы потреблением 6 Ватт, а выдает каждая такая около 50 Ватт. Включенным он выглядит вот так. Это два луча света и лучи эти мощные могут быть еще мощнее или наоборот очень слабыми. Это уже в зависимости от того, как использовать данную модель, с каким назначением. Назначений на самом деле может быть очень много. Это от декоративного светильника, допустим поставив лампы четко вниз, до функционального. Когда необходимо вам осветить допустим письменный стол, то можно светильник установить на стене перед столом. На самом деле это может быть не только стол, все что угодно. Крепится светильник с помощью монтажной планки. Вот она. Крепежное основание находится в верхней части светильника. Размер его 21 см на 5 см. И кстати выключателя здесь нет. Допустим возможность установки веревочного здесь присутствует. Поэтому можно будет решить вопрос таким образом. Либо же выключатель должен быть отдельно выведен у вас на стене. На этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей. Интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok